Субтитры делал DimaTorzok Еще месяц назад я бы сказала, что я вице-президент благотворительного фонда, но нет, я Оля, мне 32 годика и я волонтер Я занимаюсь благотворительностью, я помогаю дедушкам, бабушкам, собачкам, маленьким детям в доме малютки, большим детям в доме престарелых, смертельно больным детям в хоспису Я помогаю всем, я иду по улице, к тебе помочь и начинаю помогать Я занимаюсь благотворительностью 4 года, ну плюс-минус И сначала это были какие-то маленькие штучки, многие так делают Ой, а давайте поедем на Новый год к детям в детский дом, подарим им конфеты И ты мчишься, блять, на оленях, покупаешь эти конфеты, даришь их и не понимаешь, что на самом деле детям конфеты на Новый год не нужны Среднестатистически каждый ребенок в детском доме на Новый год получает, не знаю, по 20 килограмм конфет К 5 января у них диатез, несварение, они все ложатся в больницу Директор детского дома ненавидит людей, которые тащат конфеты Но ты сидишь дома в этот момент и думаешь, какой я охуенный, я поздравил ребенка из детского Я человек! Я начинала с этого, и оно как-то закрутилось Я увидела девочку, похожую на свою дочь Я такая, господи, вот я должна Сначала я делала это на свои деньги, потом развелась, бабки закончились, я начала брать деньги у друзей И самый первый случай, который разбил меня сердце и уничтожил меня морально Я присоединилась к одной девушке, она волонтер, она закрывает большие сборы Мы собирали миллион триста рублей мальчику, я не буду называть имен Я надеюсь, что его мама посмотрит и что ей станет стыдно Я прям выложу вот такую ссылку и скажу, смотри, сука Четырехлетний ребенок с приступами, господи, как это, эпилепсии Она говорит, есть в Болгарии доктор, для М-300 он его порежет, все будет классно Она скидывала нам вот эти видео, как ребенок бьется в судорогах, как он писается, как он умирает Ну то есть ты сидишь и думаешь, господи, он умирает, я должна собрать миллион триста Мы собирали, ну это было просто невероятно Я продала свидание с братом два раза, 20 тысяч рублей Я продала свидание с собой, меня покупали какие-то телки, вели меня в какие-то рестораны То есть мне мои подруги давали какие-то там свои дорогущие шмотки Ну это была порнография, это был рынок Мой инстаграм превратился в базар Короче, я продала практически органы всей своей семьи, чтобы собрать этому пацану миллион триста Но главный косяк, мы собирали все эти деньги на карту маме То есть я продаю свидание с братом, 10 тысяч рублей, и человек сразу скидывает ей деньги Но в моем мозгу это было нормально, что мы же туда И она нам каждый день говорила, вот осталось столько, осталось столько Мы такие, о господи, какие мы классные Я не знаю, я себя на тот момент чувствовала такое, ну что-то среднее между Суперменом, Бэтменом Короче, еще какой-то блажной телкой в костюме И я такая, я сейчас всех спасу Собираем миллион триста Они едут в Болгарию Несколько дней обследований Она говорит, операции не будет То есть доктор открыл череп мальчику И говорит, у него не два очага эпилепсии, а там, не знаю, четыре А так как он весит 15 килограмм, а операция будет длиться больше 11 часов Короче, он умрет Мы ему операцию делать не можем, пусть он станет крепче, вырастет Ну окей, мы ждем, пока мальчика череп заживет, там электроды Она возвращается, мы ей говорим, подруга, ну окей, миллион триста Но из них триста, допустим, ты потратила, ну четыреста Где миллион? Ну верни деньги, а стоит очередь Девочка с больной печенью была на грани У нас огромная очередь из детей Она мне говорит, а я деньги не верну Начинается, естественно, скандал Сначала она просто доказывала по телефону в истерике, что Я, это собрано моему ребенку, идите нахер, бабки мои Потом она начала рассказывать историю, что была хакерская атака И у нее со Сбербанка спиздили 800 тысяч рублей Короче, это самое огромное... Я рыдала, я психовала, я звонила Дагом, я звонила чеченцам Я не знаю... А как? Ну то есть ты должен прийти к человеку, у которого реально больной ребенок Ну дать ей по башне и забрать у нее деньги Которые... А я же собирала всем миром Ребята там на втором канале делали ролик, там на радио делали И то есть я должна была вслух сказать, что я, Оль Воронина, просто всех обманула Но собрала Лям-300, отчитаться я не могу Это первый раз, когда я об этом говорю, я не отчиталась за эти бабки То есть меня мама больного ребенка кинула А потом было дикий... Во всех есть куча благотворительных групп, которые делают вот эти обличительные посты Потому что миллиард детей в инстаграме собирающих деньги, ну мам собирающих деньги И эти группы писали, что это мама, ай-яй-яй А вот эти две девочки собирали Я просыпалась в поту, думала, что меня просто нахер посадят, потому что это мошенничество Я со своих друзей собрала бабло и не отчиталась Как бы как-то все забыли, дальше шли другие дети Я несколько месяцев собирать не могла Я не могла даже прийти там что-то сделать Ну как-то успокоилась, начала что-то сделать Но эта ситуация научила меня тому, причем было еще несколько вариантов, когда эти мамы меня обманывали Они, конечно, удивительные создания Господь дал им больного ребенка И они подумали, что ну раз он все равно болеет и лежит А давай-ка, короче, пусть Оля нам соберет пару сотен А что, ну он же все равно, она же у меня лежит, у нее ДЦП, она лежит тряпочкой Мне же все равно вот эти верующие тетушки дают эти бабульки на эту, короче, реабилитацию А пусть Оля нам покупает коляски, которые уже два года как куплены Мы ей скинем фотку, она все равно не поймет А мы умеем делать чеки Оля, у нас лекарство, мы не можем тебе показать чек, но нам так нужно лекарство Оля наивная такая Ребята, ей нужно лекарство, давайте всего-то 40 тысяч Сколько раз, сколько раз Полтора года меня просто, мне кажется, имели все, кому не лень Я такая наивная, я просто собирала, я так свято Я еще, когда пишу посты, если почитать мой инстаграм, я в каждый рубль, который собираю, я, сука, в него верю Я объясняю, почему мы должны помочь этому ребенку И что? И каждый раз находится мама, которая, короче, пытается меня шедеврально наебать Шедеврально просто Я после вот этого времени для себя закрыла тему вот этих мам Я пошла работать в фонд, только мы оплачиваем счета, мы оплачиваем напрямую в больницу Если тебе нужно лекарство, я сама его покупаю, сама тебе привожу Я убрала мам из Украины, из Узбекистана, у них у всех умирают дети Только эти умирающие дети сидят, они делают фотки, а сами живут, кайфуют Но они живут на эти деньги Были ситуации, когда были оплачены реабилитации То есть уже окей, все, ты убираешь мам, не даешь им денег, оплачиваешь клинику Ну и тут не все просто Ты оплачиваешь бабло ребенку на реабилитацию А мама договаривается с главврачом И они пилят по откату, он ей возвращает половину стоимости А половину, короче, распиливает у себя на месте в больничке И ты опять узнаешь об этом там спустя год Ты год оплачиваешь, год, раз в три месяца оплачиваешь под сотню денег на реабилитацию А потом тебе говорят, ну, как бы А тебе скидывают одни и те же фотки А ты подказываешь их подписчикам Говоришь, ребята, мы все правильно делаем Мы, короче, с вами не просто тут, блядь, так собрались Мы великую миссию ведем Херов, как дров Нет Опять то же самое Короче, я заебалась облагать Я дико устала Сейчас в основном это прям вот дети, к которым я приехала лично домой Вот прям вот настолько Познакомилась, посмотрела документы Приезжаю в клинику, оплачиваю И чуть ли, ну, практически сама сижу на этих реабилитациях Потому что доверия нет никому Мне каждый день десятки писем валятся в личку, в инстаграм, на фейсбуке Помогите, только вы можете собрать Я могу, но не буду То есть эти мамы, я не знаю, во что они верят Они, может быть, думают, что раз уже ребенок уже больной Типа, боженька, дальше мне по башне не дашь Ну все, уже он больной Он уже не двигается, там не лежит Или еще что-то Короче, я перестала это делать Я работаю только с проверенными личностями Я работаю с домами, ну, в общем, с организациями Которым я конкретно Бабушки и дедушки хотят мороженого Я хватаю мороженое, везу мороженое А когда мне говорят, что вот там вот бабушка болеет И там что-то Ну, к сожалению, мне очень стыдно Я отказываюсь Потому что, ну, я никому не верю Вообще благотворительность, это каждый день сложно Я просыпаюсь, мне говорят Там мальчик, онкология И вот если ты не поможешь, никто не поможет И я сижу, я каждый день делаю этот выбор Ну вот, могу я или нет А если нет, то почему? А почему ты ему не собираешь? Вот ты же там вот, вот тому собрала И каждый день я Это такая, знаешь, внутренние мои рефлексии Внутренние... Я с ума схожу Я очень эмоционально нестабильная барышня Такая, шьёбушек И я каждый день думаю Блин, ну можно сегодня выходной? Ну вот можно сегодня выходной? Я не хочу никого спасать Девочки пишут А там вот у ребенка есть реабилитационный центр Я помогаю И там живут дети некоторое время Родители, которые алкаши, наркоманы Которые их бьют Которые там их, я не знаю, не кормят То есть ты позвонил ментам Соседи бьют дочку Менты забрали, она живет в этом центре И пока идет суд Пока родители доказывают, что они не мудаки Но все равно они в основном В 90% случаев даже 95% Они мудаки И вот эти дети там живут месяцами Иногда под год И ждут Назад к маме или в детдом И вот мне звонят и говорят Вот ты представляешь Вот мы забыли Но сегодня у девчонки день рождения А у нас нет подарка У нас нет торта А у них нет Государство не выделяет на это бабки Я сижу, думаю Ну я же могу Ну я могу этого не делать Я могу сказать Я вообще У меня нет зарплаты Дай бог здоровья бывшему мужу Который дал бабки Что я вообще вышла из дома Что у меня есть на что пожрать Я такая думаю Ну может быть кто-то вообще-то это сделает Ну как бы Я же тоже, как все Мне очень часто говорят Почему ты собираешь? У нас такое государство Всем все дает Нихуя Никто никому ничего не дает Ребята Я встаю И у меня начинается вот это инстаграм И я записываю в сторис Что, ребята, я ищу волшебника Который мне даст 5000 рублей На который я куплю подарок Торты, сука, шарики И это, ты знаешь Каждый день такая история Они звонят из дома престарелых И говорят У нас дедушка 50 лет Я говорю Ребят, камон 50 лет Ну там мужик Который должен только любовницу стать Они говорят Ну приезжай Я приезжаю Сидит дедушка 50 лет У него ножки, как мои ручки А у него случился инсульт И молодая жена сказала Я за этим Вот смотреть не буду И сдает его в дом престарелых И пиздец Сидит мужик 50 лет 50 летний Седой У него не двигается поутело Он в памперсе И он не может говорить Все Он в полтос Оказался в доме престарелых И они говорят Нам нужно специальное питание А государство не выдает Я еду Опять же Инстаграм Ребята А у нас дед А у нас дед тут умирает Закупаю Везут туда И когда меня спрашивают А чем ты занимаешься А я каждый день В принципе и занимаюсь Тем, что я Пытаюсь уговорить себя Посидеть дома С ребенком И знаешь Расслабиться Ну нет Я каждый день Выбираю Вставать Поднимать свою жопу И ехать Спасать этих людей Не знаю Не спрашивая Зачем У меня нет ответа На этот вопрос Я ненавижу Опять же Если мы вернемся К благотворительности Когда Я пишу пост Я рассказываю Что Мы ездили в дом малютки Представляете Мы приехали Там эти маленькие дети Их половину Ну в основном Их нельзя показывать Я показываю Тех кого можно показывать Я рассказываю Что мы им привезли Там Памперсы 20 пачек И там Аниматоров Или там Я им купила Зоопарк Я привязала Такую кучу бабла Косом Кур Эти дети Они охреневшие Представляешь Маленькие Да унята Да цепешники Они малютки От нуля до четырех лет Это двухлетний человек Видит козу Первый раз И сидит Какая-нибудь там Это в основном В незнакомых Компаниях Если мы говорим Про личное общение Либо инстаграм Подписчики И они На хера ты это делаешь Зачем Типа Государство Выделяет им Памперсы Тебе что Больше всех надо Вот эти знаешь Я их называю Совет свой себе Посоветуй То есть Вот эти вот люди Которые мне Бля Вот тебе вообще Тебе пострадать нравится Ты любишь Да Или Ой нет Мы знаем Зачем ты это делаешь Ты потом нам Выставляешь эти фотки И короче А еще выставляешь фотки Своих сисек-писек Что ты модель И ты это все держишь Для того Чтобы мы сказали Ой она такая охуенная Да мне вообще Посрать Кто думает Охуенная Или нет Я сама по себе охуенная Я это и так знаю То есть я им говорю Ребят Но мы же должны помочь Мы должны там что-то Государство Это все враки Это все пиздец Или когда ты там У меня была история Мальчик Я говорю У нас есть мальчик Школьник Надо его одеть Девчонка передала Новые джинсы Сыну не пригодились Ты отдаешь мне джинсы Я несу мальчику А потом мальчика назад Мама там перестала бухать Забрала в семью Представляешь Она мне звонит И говорит А где джинсы? Я блять Дала этому ребенку джинсы Куда оделись джинсы? Я говорю Ну как он в них уехал? А зачем? Это что? Если мать забрала Пусть Я говорю Их тебе вернуть Ну ты знаешь Есть люди Которые благотворительность Воспринимают Как типа Блять Я дал тысячу рублей Поставь мне свечу Расскажи обо мне И объясни Почему? Почему это тысяча рублей Еще не на всех федеральных каналах Ну И ты думаешь Сука Откуда в тебе эта гордость? Откуда в тебе вот это эго? Я не знаю Я даже не знаю Как это назвать Вот этот комплекс Бога Наполеон О господи Я перечислила тысячу рублей Давай Обострись от счастья Скажи что я крутой А я сижу То есть я всем Я даже за 10 рублей пожертвования Которое прилетает ко мне на мою карту Я всегда пишу Господи ребят Спасибо Я всегда показываю чеки Я всегда рассказываю Что я делаю на эти бабки Но есть люди которые Ну Ну Я дал косарь А если 10 Ты представляешь Что бывает Когда они дают 10 тысяч Я меценат Сразу в графе в инстаграме В шапке профиля Меценат Я дал десятку Я меценат И они Так Оленька Что там у нас в следующий раз Я говорю Бля Я каждый день собираю Если у тебя есть бабки Дай их мне Я их ну Не ну так Это не это самое Я на новый год к тебе приду Со своей десяткой Ты там напишешь же Да А еще найди мне грамоту А кто мне выпишет грамоту За то что я дал 10 тысяч Ты же ушла из фонда Может быть дом малютки Мне Вот это вечное состояние У людей Похвали нас Поставь картинку Дай грамоту Я дал денег Ну они называют это кармой Спасти свою карму Я дал 10 тысяч Ну ты мне точно скажи Что ты Дай мне справку Что я спас свою карму Вот так Типа Ну как бы Ну я же помог Ну похвали меня Напиши обо мне Выложи мою фотку Скажи моей жене Что я молодец Ну что что я изменял Блядь 5 лет Короче У меня четверо вне брачных И машину еду Я тебе дал 10 тысяч Похвали меня Я хвалю Ну 10 тысяч Они мне очень нужны Я хвалю В этот момент Я наступаю на все свои Не знаю Гордости Кавказской женщине Я хвалю Какой ты молодец Ты мне дал Ты знаешь Вот кроме тебя Мне никто 10 тысяч Никогда не давал Вот ты спас Этого ребенка Ну и что Что ему нужно было 240 Твои 10 тысяч Сука Спасли весь сбор Ты красавчик А он сидит Вот это знаешь Что тут вот Обтекает Барман не пойду Стыдно Было стыдно В самом начале Позвонила подруга Говорит Слушай Мы на Новый год Ищем волшебников Дети написали письма В этом реабилитационном центре У нашем Говорит Может ты Что-то купишь Ну подарок А я Счастлива Замужем На большой Дорогой машине С золотой картой С айфоном Ну я же Девочка У меня маленький Ребенок Вот там Не знаю Год был Дочке Я говорю Конечно Скидываем Она мне скидывает Письма Ну там все Мальчики 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 И одна девочка Я говорю Слушай Я в пацанах Ничего не понимаю Давай я ребенку Вот девочке Что она хочет А я себя чувствовала В этот момент Такой Прям охуенно Крутой бабой Я сейчас куплю Ребенку Я же тоже Я же тоже была Про эти 10 тысяч Понимаешь Я тоже хотела Дать кому-нибудь 10 тысяч Чтобы не сказали Что я молодец Что я Блять Вообще Прям все Я почистилась У меня нет грехов Я прям У меня ни Волосы назад И я бегу уже Она говорит Она просит куклу Пупса Написано Пупс Карина 5 лет Я захожу Там не знаю В Хемлис Я зашла в какой-то Дорогущий Даже не в детский мир Я не пошла Я пошла в какой-то Охуительно большой магазин Выбрала Охуительно большую куклу Реально там 7-8 тысяч рублей Запаковала Банд Блять Еще за 200 Чтоб сука Было видно Что дорого Что я тратила бабки И я собственно Хотела передать Она говорит То ли никто не едет А утренник Они готовили представление Может быть ты приедешь Я думаю Ну а че Ну кукла-то вон Блять Не стыдно ехать Понимаешь Я просто знаю О чем думают эти люди И я это проходила За это очень За это пиздец Как стыдно Я приезжаю Я приезжаю туда Я еще нарядилась Красилась Укладочку Надушилась Я захожу туда И выходят эти дети И у меня первое Знаешь Вот такое Вот такое Пощам На Я приседаю Я отдаю эту куклу Там воспитателям Сажусь У нас стол накрыл Эти чашки Эти повара Эти пирожки С яблоками напекли Я сижу И у меня единственная мысль Ёб твою мать Коля Нахер ты приперлась Я вижу эту девочку Я понимаю Что она на 90% Один в один Моя дочь Которая вырастет Моя дочь сейчас выросла Они похожи Они пиздец То есть я вижу Своего взрослого ребенка Она ко мне выходит В таком советском платье Ей выдали со склада В резиновых шлепанах Таких дешманских У нее вот такая дыра На колготке Советские колготки И я с этой куклой Как говна кусок Я стою Они нам показывают Это представление Там что-то знаешь Баба-яга Там за кем-то Заяц Убежал А я сижу И просто понимаю Что я говна кусок Что я с этой куклой К этому ребенку Я сижу Я вышла в туалет Поревела Смазала свою шанелевскую тушь Вернулась Посидела Посмотрела еще 15 минут Снова ушла Разревелась Вернулась И тут надо выдавать Эти подарки Я с этой куклой Шла как сука на эшафот Потому что я себя чувствовала Раздетая девочка С этой дыркой На колготке Ей не нужна Да, она на эту куклу Она ее брала Знаешь Я не знаю Что сейчас нужно дать Вот мне Чтобы я так смотрела Квартиру за 50 миллионов В Москве То я такая Патрики Вообще-то я не хотела Жить на Патрике Знаешь Она взяла у меня Эту куклу И я говорю Давай с фоткой У меня есть там фотка Я с ней там стою Фоткаю Сейчас сама думаю Твою мать И я потом знала Историю этой девочки Мама занималась продажей тела Короче у девчонки весь набор У нее ВИЧ У нее гепатит У нее там туберкулез Мама принимала парней у себя Мама умерла А девочка рядом с ней еще посидела Сколько-то дней И ты с этой куклой И ты, сука, просто И вот эта девчонка Она меня научила Она мне просто показала все Насколько наша гордыня Насколько наши понты Наша собственная грязь Ты с этой куклой Ты просто как Ты стоишь И вот А она стоит И она правда Она не видела никогда В жизни такой куклы Для нее эта кукла Стала открытием века Но ты, блядь, стоишь Оля Воронина Приехавшая на машине Там за кучу миллионов И ты говно Естественно, я приехала после Я там ее одела Я там помогла чем-то Ее забрала Нашлась там какая-то бабушка Там ее этого отца Который ее ни разу не видел Но я после этого поняла Что ты когда к детям идешь Или к старикам Ты, блядь, одень спортивные штаны Скромную маечку И не понтуйся Ты просто Если ты хочешь помочь Если ты можешь помочь Ты скромненько зайди Помоги, поговори И выйди И не надо Я ненавижу то, что мне приходится Выкладывать фотографии этих детей Мне очень от этого стыдно Но иначе я не могу собрать денег Мне стыдно Я каждый раз вам говорю Я знаю Они не любят фотографироваться Ни дети, ни старики Я каждый раз извиняюсь Я говорю Я знаю, что вам не нравится Я знаю, что вы себя чувствуете Обезьянками в зоопарке Мне очень неприятно Что я вас об этом прошу Но если я сейчас не покажу Что вот я вас привела Там в кино Купила вам торт И дала подарки Люди подумают Что я взяла кэша Знаешь, там, не знаю Купила себе Луи Ветон какой-нибудь Вот за это стыдно За отношения За себя стыдно За вот эти вот, знаешь Внутренние демоны Которые не позволяют Быть проще Кэш буду Я уволилась из фонда И такая У меня было дикое эмоциональное выгорание Но у меня есть Я не могу Я не могу Я рыдаю Постоянно рыдаю Мне все Как ты можешь ходить в дом малютки? А никак Ну, как я иду А потом я рыдаю А потом я лежу неделю И не могу никуда ходить Потом снова стою и иду Мне кажется, что Если я не буду этого делать То я буду очень страдать Я очень страдаю Потому что Ну, я знаю, что нужна помощь И Ну, это какой-то на уровне Вот внутреннего Такого состояния души Если я не помогаю, мне плохо Если я помогаю, мне тоже плохо Ну, сука Я хотя бы знаю, что я кому-то помогла Что-то такое Поэтому помогать буду Помогать буду Есть мысли сделать свой фонд Нет бабла на свой фонд Еще каких-то, знаешь, меценатов Которые не про 10 тысяч рублей Хотя бы про миллион Про два И пытаться Пытаться что-то делать дальше Как говорит мой бывший муж Ты всегда хочешь спасти мир На 3 тысячи Я говорю Чувак, но у меня же получается В доме престарелых Познакомилась с бабушкой Лидия Семеновна 84 года И такая бабушка Знаешь, я ее заметила Она в какой-то одежде У нее вот эта красная шапка Спортивная СССР Такая одета Хачи так носят Ушки наружу Тут сверху шапка Ему что-то с ней заговорили А я приехала в очередной раз Там привезла какую-то помощь Ну, иду, болтаю И она так меня за шкирку Раз к себе Садит Давай будем с тобой разговаривать Я говорю Давайте поговорим И она меня начинает грузить Что вы, молодежь Вы дебилы Но без Она говорит Вы понимаешь Вы такие вот Вы так торопитесь Вы так бежите Вы настолько не цените Я пытаюсь там мяукнуть Она А ваши разводы? Вы разводитесь? Я такая Ну да, я два раза Я говорю А что? Почему вы ругаете? Она Вы настолько обесценили все Что можно было У вас У вас вот этот век быстрый Вы просто все Одноразовое Ну, я сижу Я понимаю, что она права У нас правда Все одноразовое Я говорю Ну, вы понимаете Нет примеров А как мы должны? Она такая Вот у меня, говорит Моя история Она типа вот Правильная Я говорю Ну, расскажите И она мне рассказывает Что там Она там Будучи там Молодой Сильно перспективной барышней На каком-то там Не знаю Там литературе Я сейчас не буду врать Но В парке Горького Допустим Познакомилась Значит Со своим Будущим мужем Она говорит Мы проговорили Три часа Мы разговаривали Обо всем О литературе О кино О театрах О городе О жизни О войне Разговаривали А потом Говорят Он взял Вот так Мои руки Вот взял Мои руки Приложил К груди И сказал Ну Мое сердце Уже тебе Принадлежит Ну вот Я тебе еще Предлагаю Руку и сердце И я тебя Прошу стать Моей женой А ты понимаешь Я сижу В 21 веке После двух разводов После Трехсот Свиданий На тиндере Я сижу Напротив Этой бабушки Она мне говорит Что ее Через 4 часа Позвали замуж И Она приняла Предложение Они прожили 40 лет У них Трое детей Шесть внуков Я говорю Ну Лидия Семеновна Ну как так Ну если у вас Так все Это херен Какого ж хрена Вы в доме Престарелых Ну она и тут Мне говорит А потому что Старики Должны быть Рядом со стариками А молодые С молодой Я говорю Мои дети Ненавидят меня За то что я тут Потому что Я отказываюсь С ними жить Но говорит Все должно быть Типа на месте Все должно быть Спокойно Знаешь Плавно На своих местах А вы Давным-давно Из жизни сделали Оливье Которое вы не можете Переварить И она говорит Он уже 20 лет Как погиб мой муж И мне ни разу Не было мысли Что я могу Рядом с другим мужчиной Вообще Ну каким-то образом В какой-то плоскости Оказаться И она говорит И не было дня Чтобы я не просыпалась И не вспоминала Своего мужа Я его люблю И вот ну Я говорит Его пронесла В себе Всю жизнь Я рыдала у нее Я ехала домой Рыдала Я приехала домой Знаешь Такая попила чай Думаю Да нет Все это херня Потом я все равно Начала рыдать Потому что Сука Как она права И я к ней приезжаю Я везу ей там Какие-нибудь вкусняшки Цветы И она каждый раз Мне говорит А я не жалуюсь Мне все нравится Я счастливый человек У меня тут подружки Мы тут едим мороженое Вот тут у нас семечки А вот тут у нас доктора И когда я совсем сойду с ума Я все равно знаю Что меня оденут А будет И я буду выглядеть прилично Типа А вы Я говорю Я все помню Мы одноразовые Она говорит А вы одноразовые И это знаешь Это невероятно Я приезжаю к ней Я иду со всеми бабушками Общаюсь Они все какие-то невероятные Там рассказы такие рассказывают Но Лидия Семеновна Мое сердце просто украла И мне кажется Вот такие истории Надо детям в школе рассказывать Знаешь Чтобы они сука Не ЛДЖ слушали Лидию Семеновну Которая подарит вот это Не знаю Какую-то надежду Надежду на то Что мы можем строить отношения Знаешь Не свайпая влево-вправо А как-то вот Через три часа И вот так Хоп И всю жизнь Трое детей И шестеро внуков Но это не точно Трое детей Учар Лидия Лидия Учар Как Трое там О Семен Учар Семен Семен Учар 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 Он